Кустанайские подрядные организации и службы по чрезвычайным ситуациям активно готовятся к предстоящему периоду паводка. Специалисты утверждают, что стараются максимально уменьшить риски подтопления домов. В настоящий момент потенциальные подвижные участки у нас являются пять участков. Это где мы сейчас находимся, второй Кустанай, жилой массив Дружба, Кунаев, Текстильщик и Колесные ряды. Ответственными сотрудниками наших организаций, сотрудникам ЖКХ ЧС города проводится дежурство в тех местах, где могут потенциально быть подвижны потоплению. Ежедневно, на ежедневную основу два раза в день мы выезжаем. По словам Нурлана Амирова, все 96 километров ливневых канализаций города полностью очищены. К тому же в наличии у подрядных организаций есть 370 единиц техники. Особое внимание коммунальных служб и сотрудников ЧС приходится на уязвимые районы города, такие как Кустанай-2. Второй Кустанай, это самый опасный участок, мы его вывезли. Сейчас работа продолжается, где-то там ливневки очищать, где нужно дополнительно вывезти проезды. Люди потому что сами еще, мы вывезли улицы, люди из-за дворов еще вытаскивают. И сейчас мы дополнительно такие по второму, по третьему разу улицы вывозим. 500 мешков с песком, 3 осенизатора, 2 одежанца и 5 мотопомп. Все это пока находится на складе у подрядчика, который отвечает за район 2-го Кустаная. Но как только начнется активное таяние снега, технику и инертные материалы погрузят в машину и отправят в паводкоопасный район города. Кустанайские синоптики сообщили, что в ближайшее время в дневные часы начнет интенсивно повышаться температура воздуха. Казгидромет распространил сообщения о том, что в период с 20 по 25 марта на территории области ожидается активное таяние снега и увеличится риск подтопления автодорог и населенных пунктов. Олжас Есинжигитов, Виктор Ваташко, Алина Альмишева, РТН